Парнишка из Джесказгана Выиграл в полуфинале у Американца Чемпиона мира Антонио Тервер Да как еще выиграл? Ну а Жирис наскреб одно очко к концу первого раунда Да, в граничном отношении этот бой, конечно, непривлекательный Я понимаю, что необязательно идти на обмен ударами Но какой-то, так сказать, разумный предел должен быть Все-таки в боксе надо побеждать ударами Тонче-тонче, как будто идет вперед А Жирский боксер маневрирует, маневрирует Уходит ли он от удара? Вот, слышите, недовольный гул болельщиков Ну и они правы Они заплатили свои доллары и хотят видеть настоящий бой Тонче-тончик, 23-летний боксер из Сливена Он участвовал в Олимпийских играх в Барселоне И дошел до 1-4 финала, где проиграл будущему олимпийскому чемпиону Американцу Оскара Дена Хоя Который, кстати, ушел бы после победы на Олимпиаде профессионала И стал чемпионом мира Тонче-тонче участвовал в чемпионате Европы в Турции Он бронзовый призер розыгрыша Кубка мира Который проводился в 1994 году в Бангкоке И серебряный призер чемпионата Европы нынешнего года Он в финале проиграл известному румыну Леонарду Дорофтей Второй раунд Ну, рисунок боя, как видите, не меняется На Хуине Салтане был боксер известный Ему также 23 года Он на Олимпийских играх в Барселоне был бронзовым призером В полуфинале проиграл германскому боксеру Андреасу Тью Бронзовый призер чемпионата мира в Австралии На другом чемпионате мира в Тампере был в одной четвертой финала И в прошлом году на чемпионате мира в Берлине Проиграл бой в одной шестнадцатой финала Так что, тоже известный боксер Во всяком случае, я вам скажу, что я как-то не узнаю ни того, ни другого Ни Тонча-Тончего, ни Хуина Салтане Они в предварительных боях в четвертой финале, полуфинале Выглядели очень солидно Проводили достойно поединки А здесь Ну, совершенно непонятный рисунок боя Вернее, он понятен, но Ну, нельзя так боксировать При всей осторожности, конечно, надо быть осторожным Здесь все может лежить, даже один удар Вот попал все-таки на контратаке В атаке попал болгарский боксер Сравнял счет, ну, а замечание Женскому спортсмену За открытой перчаткой Ну, долго они будут так ходить Вы знаете, вот здесь, в Атланте, суди-то и тяг Не очень щедры на фиксацию точных ударов Я уже не раз говорил о том, что они практически в ближнем бою не замечают удары Особенно по корпусу И надо обязательно, чтобы удар был такой фиксированный, хороший А здесь и судьи-то заскучали Вот я вижу, напротив сидит Борис Квирошвили Представитель Казахстана Вот так внимательно следит Немножко даже наклонился к ринку Вот видите, он все слева Выискивает точные удары Нет них? Второй раунд заканчивается 1-1 Попал все-таки Даже не очень заметно, но попал алжинский боксер Выигрывает 2-1 Но болгарину-то, конечно, надо отыгрываться Надо Надо что-то предпринять Зрители, конечно, знают толк в боксе И поэтому они недовольны Недовольны ходом Таким ходом поединка 1-0-1 Раунд 1-1-2 Ну что сейчас там подсказывают Молодому болгарину его секунданты Надо быть активнее Активнее, бесспорно активнее Ну, может быть, в третьем раунде Прибавят оба боксера Вот один из этих ударов И был защитом Нет, вот этот Вот этот прямой правый В голову Засчитали боковые судьи Третий раунд Тонче-тонче в Болгарии Хуина-Султане, Алжир Я понимаю, что никто не хочет проигрывать Но ведь и выиграть нельзя Вот так вот За счет хождения по рингу Бросился с прямой правой вперед Толжинский боксер Не достал Нет, не меняется рисунок боя Ну, внешне как будто активизировался болгарский боксер Что такое? О, предупреждение получает алжирский боксер И вот видите, два очка прибавили болгарину И он уже без удара вышел вперед Три-два Вот этот счет Да, неприятность У алжирского боксера Это новозеландский судья Сделал его предупреждение Вот видите, теперь алжирскому боксеру надо активизироваться Надо сравнивать счет Теперь он поступает сопернику Ну, это уж сам виноват Сам устроил себе проблемы Времени маловато Хотя за эти там минуты 15 секунд Можно с десяток ударов нанести В отличном отношении, конечно, этот поединок мало интересен Он заметно уступает двум предыдущим боям Но, тем не менее, вот тоже внутреннее напряжение Все-таки это борьба за олимпийскую золотую медаль Но неужели Болгарин все-таки выиграет Вот за счет этого предупреждения А, сравнял Сравнял алжирский боксер На контратаке достал Болгарина Три-три Но нужен один точный удар С той или с другой стороны И тогда будет победа Болгарин никак не предпринимает активных действий Только имитирует активность Все Ну что, ничья 3-3 А вы знаете, в таких случаях Судьи начинают считать общее количество ударов Ну и я думаю, что их побольше у алжирца Тем более, вы же помните Что Болгарин заработал-то 2 очка За счет предупреждения Которое новозеландский арбитр дал Хоину Салтане Но не будем гадать Не будем гадать Давайте дождемся Объявления победителя Итак Тоньче-тоньче Болгария Хоина Салтане Алжир Слушаем объявление судья-информатора Какой угол? Редкона или блюкона? Красный или синий? Улыбается, что это алжирский боксер Блюкона На голубой-синий угол И падает на колени алжирский боксер Хоина Салтане Он олимпийский чемпион в легком весе Ну а в итоге 20-16 ему в пользу При ничейном счете 3-3 Ну Следующий поединок финальный Кубинист Хуан Эрнандес Флажком кубинским появляется и наш россиянин Олег Саидов. Это четвертый финальный бой. Итак, второй полусредний вес категория до 67 килограммов. В красном углу ринга Куан Эрнандес Куба. В синем Олег Саидов Россия. 22-летний боксер из Жигулевска. Николай Хромов главный тренер нашей команды. Вот это четыре боя он выиграл. Прежде чем дошел до финала. Один российский боксер в финале. Один. Как же нам хочется, как хочется, чтобы Олег выиграл. Чтобы он доказал, что можно боксировать против кубинских боксеров. Можно у них выигрывать. В конце концов, это уже здесь сегодня доказал Иштван Ковач, венгерский боксер. Хуан Эрнандес серебряный призер Барселонской Олимпиады. Он чемпион мира. Причем трехкратный чемпион мира. Можете себе представить, какой грозный соперник у Олега Саидова. Давайте, друзья, поболеем за нашего парня. Очень хочется, чтобы он выиграл. Тем более, вы знаете, что трое наших ребят остались бронзовыми наградами, не сумели пробиться в финал. И вот теперь вся ответственность, весь груз ответственности лежит на Олеге. Пропустил уже один удар. На пять лет моложе кубинского боксера. Ну, того огромнейший опыт, огромнейший. Рефери Алжирис Мокритари. Вот уже 2-0 в пользу кубинцев. Обычно кубинцы очень резво начинают бой. С первой же секунды идут вперед, ошеломляя соперника в серии ударов. Ближнего особенно бою. Пока довольно-таки аккуратен, я бы сказал, даже несколько сдержан Хуан Эрнандес. Вот только не надо Олегу ввязываться вот в обмен ударами в ближнем бою. Наверняка он здесь проиграет. Пусть даже боксирует вторым номером, пусть идет кубинец вперед. А надо его останавливать, останавливать, встречать его и таким образом набирать очки. Пока этого сделать не удается Олегу. Ищет, ищет брешь в защите соперника Олега. Да, трудно, конечно, переиграть такого опытнейшего мастера. Но сами представляете, трехкратный чемпион мира. Ну, что еще говорить. Нашел все-таки возможность нанести один удар. Ну, смотрите, Олег хорошо двигается очень. Вот правильно так и надо с кубинца. Надо больше маневрировать, не стоять на месте, не давать ему наносить прицельные точные удары. Конец первого раунда. Чуть-чуть надо поактивнее, поактивнее. Это не значит, что бросаться опрометчиво вперед ни в коем мере. С кубинцами так нельзя боксировать. Бравый все время делает выпады кубинский боксер. Готовит свой левый, мощный левый удар. Проиграл. Проиграл первый раунд. Правда, с небольшим преимуществом. Альсида Сагара рядом со своим воспитанником. Олегу Саитову в мае исполнилось 22 года. Он из Жигулевска. Армеец. Почти, ну сколько, 11 лет уже занимается своим любимым видом спорта. Но самый такой громкий у него титул, это он чемпион мира среди юниоров. Этот титул он завоевал 4 года назад, когда ему было 18 лет. Он финалист чемпионата мира 95-го года, который проходил в Берлине. И, наконец, бронзовую медаль выиграл совсем недавно, в мае, на чемпионате Европы в Дании. Его тренирует Уткин и Лукьянов. Ну, здесь секундирует Николай Хромов. Надеемся мы на Олега. Все в той же манере боксирует кубинец. Это замечание Олегу. Захват руки соперника. Не надо, не надо бросаться на кубинца вперед. Подвигаться Олег, надо подвигаться. Вот так, вот так, маневрировать. И вот так хорошо встречать его, встречать. Пускай сам идет вперед, пускай. Пошел вперед, хорошо, хорошо. Сейчас Олег вот сам перехватил на какую-то долю секунду раньше. Кубинец тут же отыгрался. Опять наш выигрывает очко. Но вот нет, вот не нравится мне, вот когда он идет в обмен ударами. Хоть и попал, но... Только не надо идти на поводу у кубинца. Он только этого и ждет, чтобы пошел в ближний бой. И он здесь наберет очки. Если решил сам идти вперед. Пошел вперед. Атаковал. И тут же ушел назад. Разорвал дистанцию. Удар по затылку. Замечание кубинцу. Хорошо, Олег, хорошо. Уходи от него, уходи. Не убегай, а уходи. Хорошо. И лови его. Он сейчас сам пойдет вперед. Вот точно обменялись как в фехтовании, так сказать, обоюдные уковы. Надо постараться закрепить свой успех вот уже во втором раунде. Тогда легче будет боксировать в третьем раунде. Ну, Олежек, милый, постарайся. Вся Россия смотрит на тебя. И пусть будут знать, что в Жигулевске есть не только хорошее пиво, но есть и прекрасные боксеры. А вы посмотрите, трехкратный чемпион мира-то немножечко остерегается. Играет музыка.